Кировчанка Екатерина Цивилёва стала лучшим детским библиотекарем в ПФО. Она с успехом защитила проект библиотеки для детей и юношества имени Грина «Чтение через игру», в котором рассказала о театре книги «Зурбаган». С библиотекарем-победителем встретилась Юлия Шалаева. Свою победу в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший детский библиотекарь ПФО» Екатерина Цивилёва называет победой библиотеки. Проект, с которым Кировчанка заявилась на конкурс, называется «К чтению через игру». Идея построена вокруг театра книги, который успешно работает в библиотеке Грина. Суть заключается в том, что юные читатели переносят книжную историю на сцену. Сродни профессиональным актерам дети разыгрывают литературные произведения. Берется произведение, вычитывается каждым участником, каждым актером, вычитывается руководителем театра, составляется сценарий и отрабатывается. И с помощью репетиций достигается определенного уровня, с которым уже можно выйти на зрителя. Проект Екатерины Цивилёвой стал лидером в номинации «Лучший проект по продвижению детского чтения». Жюри оценило оригинальную форму работы с юными читателями. По словам библиотекаря, поиск этих форм происходит в этих стенах все время. При отделе литературы по искусству работают всевозможные кружки. В студии развития «Смекалкин» ребятам помогают готовиться к школе. Здесь же происходит первое знакомство с известными художниками. Совместно с краеведческим отделом работает хобби-клуб. Плоды его деятельности окружают читателей повсюду. Принципиальная позиция библиотеки – сделать чтение не скучным, а интересным и увлекательным занятием. Мы проводим также музыкальные встречи для читателей, детей, родителей. Успешно очень у нас была проведена в прошлом году и в этом году начала работу студия «Дебют», где выступают на библиотеку юные музыканты, готовятся. Поэтому работа идёт полным ходом. Стоит добавить, что из Чебоксар, где проходил конкурс, Екатерина Цивилёва привезла не только диплом первой степени, но и бесценный опыт других регионов в плане работы с юными читателями. И, возможно, в библиотеке «Грина» вскоре появится новый яркий проект, который сократит дистанцию между книгой и подрастающим поколением. Юлия Шалаева, Руслан Быкасов, Вести, Киров.